Тканые половики, столешники, традиционные костюмы – все это выткано руками мастериц на настоящих ткацких станках. От знакомых узоров, символов солнца, благополучия и плодородия до современных сумочек в этностиле палантинов и гобеленов. Искусство и история русского ткачества проходит перед глазами через сотни лет, словно связанная одной нитью. Впрочем, выставка так и называется – «Нить времен». Здесь можно увидеть как традиционные работы, которые выполнены в старинных техниках, так и современные работы, которые создаются для того, чтобы использовать в повседневной современной жизни. Все это с орнаментальным ткачеством, все это с бранным ткачеством, все это очень красиво и уникально. В конце 19 века в Сальвычегодском уезде существовало три центра ткачества – в Сальвычегодске, Велегодском районе и селе Красноборск. Сегодня на выставке представлены работы мастериц именно этих трех районов. Еще один экспонат – настоящий старинный ткацкий станок. Ему более ста лет. Он был обнаружен в одной из деревень рядом с Сальвычегодском. Такие станки стояли практически в каждом доме, в каждой семье. И женщины, девушки ткали на таких станках половички, ткали полотенца, ткали свои приданные. А вот яркий пример современного творчества. Этот рюкзак называемый «Олимпийским». Делорук Галины Тереховой в честь Олимпиады в Корее. Россия, русский узор, орнамент, флаг России в поддержку наших спортсменов для того, чтобы они удачно выступили на Олимпиаде и получили заслуженные награды. Ознакомиться с уникальными экспонатами русского ткачества и окунуться в историю этого древнего искусства можно до 28 апреля. Выставка работает в Центре народного творчества со вторника по субботу с 9 до 16.30. Записаться на экскурсию можно по телефону, номер которого сейчас на экранах.